Тема моей проповеди – продолжение посланий римлянам, и мне бы хотелось как бы быстрее проходить первую главу, вот, в планах изучить первую главу посланий римлянам, когда начинаю читать, уникать, и как-то каждое слово вдохновляет на размышления на проповедь. И сегодня тема моей проповеди – уроки молитвы. Уроки молитвы из обыденной, будничной, повседневной жизни апостола Павла. И в основании читаю послание римлянам, первая глава, с 9 по 13 стихи. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествовав не сына его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Но я намеревался прийти, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Очень кратко, может быть, но, по крайней мере, для меня это урок. Надеюсь, что и для вас. Вот на основании этих мест Писания хочу выразить таких кратко пять мыслей. Первое. Бог – свидетель нашей молитвенной жизни. Второе. Молитвы. Не молитва, но молитвы. Третье. Наши молитвы за церковь, за церковь Вифлеем. Четвертая мысль. Как Бог, не ответив, ответил апостолу Павлу на его молитвы прийти к римским верующим. И пятая мысль. Прими решение. Прими решение, чтобы молитва стала частью твоей жизни. Итак, первое. Бог – свидетель нашей молитвенной жизни. В прошлый раз мы с вами упоминали, апостол Павел имел не только дерзновение, но, наверное, и радость перед Богом. Вот так выразится. Он спокойно говорил, что Бог – свидетель моей жизни, моего христианства. Бог – свидетель. Девятый стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю вас в молитвах моих, всегда прося в молитвах моих, призывать или не бояться того, что Бог является твоим свидетелем, наверное, дорогого стоит с той точки зрения, что апостол Павел немало приложил усилий и посвященности, чтобы вот так настроить свою жизнь, жизнь духовную, жизнь личную, жизнь, когда и не видно, когда он один перед Богом. Многие знали его жизнь, он был великий благовестник, его много били, он много пострадал, но часть жизни апостола Павла, как и часть нашей жизни – это личная жизнь, это жизнь в семье, это жизнь один на один с Богом, и Бог отвел нам очень много времени для личной жизни. Свидетель Бог, как и в прошлый раз мы говорили с вами, повторюсь немножко, Он свидетельствует о наших поступках, которые не видны для большинства, о наших словах. И апостол Павел со свободной совестью говорит, что Бог знает мои молитвы и мои поступки. Бог знает часть той жизни, которую я только между мной и Богом, говорит апостол Павел. Он свидетель. Молитвы его были, молитвы за церковь. Безусловно, это были личные молитвы. Апостол Павел, говоря о том, что Бог его свидетель, вот это слово подразумевая, что Бог одобрял его жизнь, что в сердце у Павла говорило ему хорошо, правильно. Думаю, что большая часть жизни апостола Павла, как и в прошлый раз я говорил, проходила не в мучительных, болезненных вспоминаниях или осуждениях совести, что что-то не сделал, где-то не помолился, где-то скрыл какой-то грех, а проходила, не проходила в сожалении, равнодушии. Его совесть не мучила его, не укоряла его. Большая жизнь состояла в том, что Павел имел благословение быть свободным, спокойным перед Богом и осуществлять то призвание, чтобы та внутренняя жизнь, Духом Святым, дарованная Павлу, выходила наружу и было благословением для людей, для его, для церкви. Павел ходил свободно. Его дух, его душа, его сердце не были обременены двойной жизнью, двойными стандартами. Было ли это на людях, в церкви, или это было в личной жизни? Апостол Павел говорит, Бог свидетель, Бог знает о моей молитвенной жизни. Его молитвенная жизнь состояла в простых словах. «Которому служу Духом Своим в благовествовании Сына, что молюсь о вас». Бог видел его служение Духом. Он служил Богу Духом Своим. То есть это служение внутренним, духовным человеком. Это твоя душа, это мой и твой настрой с утра до вечера и с вечера до утра. Служить Богу Духом – это сердцем служить, умом, чувствованиями. И Слово Божие подправляет наше чувствование. Помните, послание филиппийцам написано? Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Бог подправляет, Бог учит, Бог направляет. Но это и есть служение внутренним, духовным человеком, внутренний настрой, который выражается в плодах наружных, без всякого сомнения. Служить Богу Духом, в Духе молитвы – это как бы рутинная жизнь апостола Павла. Это были Его будни. Из этого состоял Его успех и спокойствие души. Всякое служение Богу должно совершаться в Духе поклонения и молитвы. Всякое дело. Например, в нашей жизни, братья и сестры, проповедуя Слово, воспевая в хоре, участвуя в церковном совете, убирая церковь, готовясь к рождественским собраниям, например, занимаясь бухгалтерией, занимаясь церковными, житейскими делами – это и есть служение Духа. Ты не можешь совершать служение, если у тебя в сердце горечь, обиды, огорчения. Писание учит, вот на эту тему нужно побеждать, отрекаться, отвергать. А наши ежедневные хлопоты, заботы – это также служение Богу Духом. Один проповедник, наверное, это не о нашей церкви, братья и сестры, ни в коем случае, но он с удивлением констатировал, что некоторые верующие хорошо молятся, может быть, даже проповедуют, поют, может быть, в церкви что-то делают, а в семье – непорядок. А когда приходит членское собрание в церкви, люди будоражат церковь, в душе нет порядка, нет, не настроена душа на служение Богу в такой рутинной жизни. Служить Богу Духом – это не бремя, это радость. Это просто быть настроенным на Божью волну. Служить Богу Духом – значит, поклоняться Ему, говорить, действовать в духе поклонения и благоговения. Вот такой человек служит Богу Духом. Апостол Павел даже о своей проповеди говорил. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стихи. Павел говорит, как он относился, где он закладывал основание своего успеха, в чем была забота апостола Павла, забота была о душе своей, о сердце своем. Это была радостная забота, благословенная. И он говорит о своей проповеди, «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом». То есть апостол Павел так работал над собой. Это была радостная, рутинная, ежедневная работа. И он спокойно представлял совести, обращались люди к Богу или гнали его за Евангелие. Но он имел свободу представить людям совести, что он чист перед Богом, что вот он сосуд Божий. Вот как люди отвечают, это другое дело, это уже дело Божие. Бог мог где-то через апостола Павла десятки и тысячи покаять, а в других местах его просто выгоняли. Но он был спокоен перед Богом, потому что он представлял людям совести, потому что внутренняя его жизнь он обеспечивал чистоту внутренней жизни. И, безусловно, когда мы смотрим на себя, внутрь себя, мы находим там постоянные какие-то проблемы, но мы их приносим к Богу. Мы приносим к Богу свой эгоизм, свою раздражительность, свою поспешность, еще что-то, что у нас есть. Но мы должны приносить к Богу, бороться, освобождаться и понимать, что мы пред Богом свободны и чисты. И апостол Павел отвергнул стыд, постыдные дела, скрытные дела. И когда он проповедовал Слово Божие, он не прибегал к хитрости, к каким-то психологическим, философским приемам. Он открывал истину, и Господь действовал через него, не искажая Слово Божие. Служить Богу Духом в духе молитвы, и когда Бог является твоим свидетелем, надо это помнить, потому что служить Богу Духом – это не быть актером, это не просто избрать роль служителя. Поэтому первая мысль – Бог – свидетель нашей личной, нашей молитвенной жизни. И это, братья и сестры, хорошо, даже если нам неудобно, даже если мы недорабатываем. Об этом немножко будем говорить. Вторая мысль – молитвы, не молитва. У апостола Павла были молитвы. Он говорит, что непрестанно, вспоминая о вас, 10 стих, всегда прося в молитвах моих. У апостола Павла была жизнь молитв во множественном числе. И Бог одобрял это его жизнь. И ему радостно было перед Богом, что часть его времени, что у него была система в жизни, своя какая-то система, свой порядок. У апостола Павла были свои молитвы. Наверное, у апостола Павла не было сожалений о том, ах, пообещал молиться и забыл, и не помолился. Или, ой, это слишком много для меня – молиться, так много других дел в этой жизни. Хотя апостол Павел был, наверное, гораздо более занят, чем мы с вами. У него было время для молитвы, не для молитвы. Молитвы. Пусть Господь благословит нас с вами, братья и сестры, чтобы наша жизнь, которую видит Бог, отличалась молитвой во множественном числе. чтобы не только была молитва перед едой или, может быть, после еды, немножко утром, чуть-чуть вечером. А между этим, есть ли у нас такая жизнь молитвы? Молитвы Виктора, молитвы Алексея, молитвы Игоря и так далее, и так далее. Третья мысль. Наши молитвы о нашей Церкви. Молитва о Церкви. Апостол Павел говорит, непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих. Он вспоминал о Церкви. Братья и сестры, как вдохновляет братьев, как вдохновляет Церковь, когда мы знаем, что кто-то о нас молится, и вас оно будет вдохновлять. И мы просим Церковь, мы просылаем записки на кафедру, чтобы о нас помолились, о наших нуждах. Это очень вдохновляет. Мы нуждаемся в молитвах друг за друга. Для апостола Павла было естественным молиться о Церквах. Помнить, когда его просили помолиться о нуждах, он помнил об этом. А мы с вами, все, кто должны работать и трудиться для Христа в Церкви, все нуждаются в молитвах. Я нуждаюсь в молитвах. Братья нуждаются в молитвах. Харисты нуждаются в молитвах. Преподаватели воскресных школ нуждаются в молитвах. Работники Церкви нуждаются в молитвах. А потом наша личная жизнь, наши заботы, наши болезни иногда. Мы нуждаемся в постоянных молитвах. Как и вас, так и меня, так и братьев моих одолевают сомнения, даже, может быть, моменты депрессии. Вы знаете, что величайший проповедник последних веков Чарльз Сперджин очень часто впадал в депрессию, потому что оставался один на один с Богом. И хотя его слушали тысячи и десятки тысяч, его внутренняя жизнь наполнена была борьбой перед Богом, потому что он испытывал атаки, атаки, которые невидимы были для других, от общения, может быть, с людьми, прямые атаки лукавого. Ему, как и братьям, приходится иметь дело с разновразными ситуациями. Мы нуждаемся в молитвах. И я уверен, вы нуждаетесь, мы все нуждаемся в молитвах друг за друга. Огорчение и терпение сопровождают нашу жизнь, наше служение. Хотелось бы просить нас, вас, братья и сестры, может быть, хотя бы один раз в неделю вспоминать церковь Вифлеем. Не с духом критики, а с духом молитвы. Благословение. Благословение братьев, благословение служений, благословение собраний, помолиться с любовью друг за друга. Если мы любим церковь, мы будем за ее молиться. Апостол Павел молился о церквах. Молитесь за церковь. Это и есть служить Богу духом. Молитесь за церковь. Вы получите одобрение и благословение. Может быть, иногда кому-то покажется, а чего я буду молиться, мне там что-то не нравится. Переборите в себе вот эти вещи. Помолитесь за церковь. Помолитесь с благословением. Вы не просто получите, вы ощутите радость, общение. И ваша совесть, и моя совесть будет очищаться. Где-то в Библии написано, это послание Якова, желаете и не имеете, потому что не просите. А в другом месте написано, Псалом 121, 6 по 9 стих, «Желайте блага Иерусалиму, желайте блага своей церкви». Четвертая мысль. Как Бог ответил на молитвы апостола Павла? Вернее, как Бог, не ответив, ответил на молитвы апостола Павла? Молитва апостола Павла была вот о чем. Десятый стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам». Молитвы апостола Павла во множественном числе. Он молился вот о чем. Он молился о том, чтобы побывать в римской церкви. Кто-то пришел в Рим, христиане открыли. Павел не основывал римскую церковь. Но Бог по своей милости основал эту церковь. И его было желание, он потом слышал новости, мы проносили новости о проблемах римской церкви и о благословениях этой церкви. И у него было очень сильное желание, апостол, призванный от Бога, побывать в этой церкви. И он стал молиться. Но на тот момент Бог его не пустил в эту церковь. Интересно, самое благое желание самого великого апостола во всей истории христианства еще не является гарантией ответа, конкретного ответа на его молитву. Желание было хорошее. Люди часто соблазняются, упрекая Бога, или верующих в том, что вот они молились, и ответ они получили. И даже из церкви уходят. И мы часто задаемся вопросом, почему мы молимся, а ответа нет. А может быть, нам так кажется, братья и сестры? Апостол Павел учит нас, что в наших молитвах необходимо полагаться на волю Божию. Смотрите, как он пишет. Десятый стих. «Чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам». Братья и сестры, Павел очень ясно, насколько можно, представлял свое общение с Богом. Есть великий Бог. У Бога есть своя воля, Творец неба и земли. И чтобы воля Бога когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам. Вот как он понимал Бога. Он доверял этому Богу. Но он не настаивал. Он знал, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Это воля Его. Если мы не просим, то и не получаем. Может быть, кто-то спросит, если все зависит от воли Божией, то какой смысл молитвы? Так в этом-то и смысл молитвы, братья и сестры. Что Бог дал нам благословение, участвовать в, я так говорю, во славе Бога, в Его воле, в осуществлении Его планов. Он включил нас в этот план. Мы не роботы перед Богом, мы не медиумы. Мы живые люди, сотворенные Богом. И в этом чудном плане Его творения, осуществления Его цели, спасения людей, созидания церкви, Бог включил нас и наши молитвы. В том-то и смысл, что Бог хочет благословлять нас и ожидает наших молитв, и обязательно будет отвечать на эти молитвы. Павел имел святое желание увидеть и общаться с верующими, но это желание он представил Богу, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила. Поэтому не смущайтесь, когда мы молимся даже об исцелениях, о каких-то трудных вопросах, которые по-человечески кажутся неразрешимыми. Не надо смущаться. Это не является сомнением, когда мы говорим, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Потому что мы до конца не знаем Божьей воли и до конца Его путей. Мы просим о Его воле. Если у тебя есть сильное желание за покаяние детей, родителей, друзей, молись этими молитвами. Пусть они будут горячими молитвами. Воля Божия есть в том, чтобы спасать людей. Многократно намеревался прийти к вам. 13 стих. Многократно, говорит, намеревался прийти к вам, но встречал препятствия. А препятствия, оказывается, были от Бога. Мы сейчас скажем, в чем суть. Он сильно желал. Он многократно намеревался и многократные препятствия встречал. Почему? Желание увидеть Рим, передать им Евангелие, переросло в необходимость и осознание написать послание к римлянам. Вот там родилось. Там родилось это благословенное желание и откровение от Бога в ответ на его молитвы, написать это удивительное послание к римлянам. И это послание римлянам оказалось необходимым, основополагающим не только для римской церкви, но для церкви всех народов, всех веков. Мог ли апостол Павел предположить, что письмо, которое он вынужден, вынужден был, возможно, потому что он хотел прийти к ним, писать, вынужден римским верующим, будет совершать переворот в сердцах тысяч и миллионов христиан. Мог ли он предположить, апостол Павел не знал, что в свое время католический монах Лютер, читая и изучая послание римлянам, и это обращение Лютера, когда он принял слово в оправдании веры, произошел переворот, пробуждение в Европе и во всем мире. Смотрите, апостол Павел пишет римлянам 11-12 стихи, «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовному утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашей и моею». И 13-й стих, «Я хочу прийти к вам иметь плод, как я имел плод у других народов». А апостол Павел, Господь задержал его ответ на молитву. Он по-другому повел его. И он написал послание римлянам, и плод его послания явился плодом для всех народов. Мог ли апостол Павел это предположить? Возможно, когда ему встречались препятствия, он огорчался. Может, не на Бога, но просто огорчался. Может быть, сомневался, правильно ли я молюсь. Он молился, он молился, он молился, братья и сестры. Это его вдохновляло. И препятствие было ответом апостолу Павелу. Павел хотел прийти в Рим, великий город, столицу тогдашнего мира. Это был хороший план для евангелизации, для стратегии. Но Бог благословил его по-другому. Это послание римлянам сегодня читают все столицы всего мира, включая Минск, чтобы иметь плод, 13 стих, иметь плод, и у вас, как и у прочих народов, мечтал, желал покаяния, некий плод, как и у прочих народов, а Бог дал ему благословение плода во всем мире. Поэтому, братья и сестры, когда Бог говорит нет или препятствия, нам не надо опускать руки, надо спокойно продолжать молиться. Бог как-то трансформирует, может быть, наши просьбы, не может быть, а точно, и благословит нас, потому что в условиях молитвы Бог дает откровение, проповедовать слово, принимать решение, идти правильным путем перед Господом. В условиях молитвы Бог дает благословение, защиту и охраны в нашей личной жизни. И последняя мысль. Прими решение, чтобы молитва стала частью твоей жизни. Молитва – это дыхание. Без нее невозможна христианская жизнь. Молитва свидетельствует о том, что мы дети Божии, мы сыны Божии, мы просим у Отца. Молитва – это способ получить Духа Святого. Это способ излияния Духа Святого. К сожалению, немного можно найти христиан, которые действительно молятся. Мало тех, кто призывает Господа усиленно. Мало тех, кто стучится к Богу, как голодный и жаждущий. А Бог этого также ожидает. И это благословением было бы для нас. Если хочешь противостоять этому миру, молись Господу. Как молиться? Смотри по обстоятельствам. Даже простые, житейские, сиюминутные обстоятельства, ежедневные, помогают нам молиться. Наш Господь Иисус Христос молился на горе. Исаак молился в поле. Езекия молился, отвернувшись на постели к стене в горечи своей. Петр молился на крыше дома. Даниил молился в своей комнате. Все советы бесполезны, если нет молитвы. Время, проведенное на коленях, это время благословенное у Бога. Может быть, и на коленях, может быть, и сидя, но время, приведенное в молитве с Богом. Подумай о Давиде, когда он говорил вечером и утром, и в полдень буду призывать тебя, буду умолять его, пиять, оно слышит голос мой. Вспомните о Данииле. В чем секрет был успех Даниила? Он жил в этом развращенном, греховном мире, в Вавилоне, в плену, но его молитвенная жизнь не поколебалась. Вспомните о Нееме. Он мог найти время помолиться, когда прямо перед царем, перед президентом. Подумайте о Нееме. Подумайте о примерах, которые оставлены нам, может быть, вашими родителями, бабушками, дедушками. А если нет, если мы вышли с неверующих семей, не было примеров, наш Господь – пример. Апостол Павел – пример. Братья и сестры, в Писании есть такая, вот такая вещь, которая учит нас упражняться в молитве. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Там написано, что в семейной жизни муж и жена должны быть всегда вместе, но чем побольше вместе, но иногда они должны отделяться и написаны для упражнения в посте и молитве. Значит, в молитвах, в молитвах должно быть также упражнение. Речь идет о семейных отношениях, речь идет о семейной жизни, о семейных заботах. И они ежедневны. И апостол Павел учит семью, и, безусловно, кто имея семью, кто не имеет семью, упражняться в молитве. Если мы мало молимся, есть вещь, как упражнения. Вы знаете, физические упражнения полезны, умеренные. Если ты не работаешь на таких работах, где тебя заставляет тело двигаться, то тебе надо упражняться еще тем более. Когда ты начинаешь упражняться, двигаться руками, делать какие-то упражнения, кровь разбегается по организму, кислород и так далее, и так далее. Как бы мы оживаем, мы формируем как-то себя, иначе ты превратишься в хилого, слабого, пассивного. Дистрофика. Так и в духовной жизни может быть. В молитве необходимо упражнение. Слово Божие учит нас упражняться в благочестии, упражняться в молитве, упражняться в добрых делах. Оно так просто не приходит. В молитве нужно упражнение. Как упражняться в молитве? Очень кратко напомню о Данииле. О Данииле написано в 6 главе, когда против Даниила был осуществлен заговор из-за зависти чиновников, и они нашли причину, чтобы его убить, чтобы его наказать в законе его Бога, потому что они подумали, вот от молитв Даниил, наверное, не откажется. Кстати, это было хорошее свидетельство. И Даниил, молитвы были запрещены на месяц, все молитвы. А Даниил, написано 6 глава 10 стих, Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице, и вы были открыты против Иерусалима, Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и словословил его, как это делал он и прежде. Это было образом моей жизни, величайший человек, чиновник номер два, может быть, царствие был или должен был быть. Но его был образ жизни его, это молился и словословил Бога. Молитва, братья и сестры, наша личная молитва, это молитва и словословие. Это была работа, подбор святых молитвенных слов. Это упражнение. Это не какая-то мистика, мы просто говорим Богу. Мы пользуемся определенным словаром кухни, бизнеса, работы, специальности, обычный, житейский. Но у нас должен вырабатываться словарь общения с Богом. Давайте вспомним, посмотрим. Посмотрите, как беден наш молитвенный язык. Мы становимся на колени и иногда думаем, а что дальше, что говорить Богу? Так вот, апостол Павел учит Коринфянам в семейной жизни даже откладывать дела и упражняться в молитве. Молитва должна иметь вот основу упражнения, упражнения в молитве это благодарить, превозносить Бога. А за что его превозносить? Потому что Библию не читаем, а прочитайте Библию, читайте почаще, будет за что превозносить. Это просить у Бога, это молить Бога, это знать о нуждах церкви. Это может быть молиться, если для церкви Ифлием может быть каждую субботу перед собранием помолиться о благословении проповедников, хористов, служения, о благословении людей, которые придут в молитвенное собрание, на общее собрание, о благословении неверующих, о нуждах церкви. И у вас наработается вот этот словарь молитвенной жизни, словословие Богу. А хотите, братья и сестры, на работу слова о молитвенной жизни, прочитайте с 1 по 150 псалм. В каждом псалме молитвенные слова. Поэтому пусть Господь благословит нас принять решение или продолжать усиливать свою молитвенную жизнь. Пусть Бог благословит в этом церкви Ифлием. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры, кто смотрит сегодня в режиме онлайн, кто будет слушать эту проповедь. Мы нуждаемся в молитвенной жизни. Господь уже благословил нас. Он всегда благословит молитвенную жизнь. Это будет прежде всего благословение внутреннего духовного человека, благословение внутренней радости общения с Богом. А потом, если ему угодно, и покаяние, и благословение, и много-много верующих церкви, и так далее, и так далее. Слава нашему Господу. Аминь. Помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, за библейские уроки, за пение, общение, за слово Твое. Господи, благослови нас, церковь Ефлеем, церковью молитвенной, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты благословляешь церковь. В церкви есть уже немало молитвенных общений, но Ты благослови нас, Господь, подражать Тебе, подражать апостолу Павлу. Благослови, Господь, иметь благословение, приложить усилия, Господи, чтобы наладить свою молитвенную жизнь и дома, и в церкви, Господи. Пусть будет Твое благословение нашей церковью. Молим Тебя о народе нашем, даруй ему покаяние, Господи. Народ нуждается в покаянии, даруй ему покаяние, даруй ему найти Тебя, мой Господь. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас в церкови Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты, наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.